Первый трофейный форум Замечательно, что у нас на Урале формируются такие коллекции. Только лишь научные, комплексные, полные экспозиции могут дать элементарные представления о том видовом многообразии растений, животных, которые у нас обитают, которые в мире обитают. Более двух тысяч посетителей форума смогли увидеть уникальные частные коллекции таксидермических скульптур. Горные трофеи известного охотника Сергея Мазуркевича и африканские трофеи Алексея Фисенко. Охотники из регионов Уральского федерального округа представили на суд компетентного жюри свои трофеи в следующих номинациях. Сибирская косуля, восточно-сибирский лось, европейский лось, северный олень, бурый медведь, волк, рысь, росомаха, кабан, олени. Дети это главные зрители, главные критики, потому что дети бескомпромиссны в своих решениях. Если взрослый промочит, то ребенку, если это нравится, то нравится. Если не нравится, он скажет, что нет, мне это не нравится, это страшно, они будут осмотреть. Надо прививать ребятишкам начинать, надо прививать взрослым показывать. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Валерьевич Орлов, представители профильных министерств и ведомств, а также депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Алексей Валерьевич Орлов особо отметил, что первый трофейный форум – это уникальная возможность ознакомиться с богатыми традициями уральской охоты и узнать больше о мире дикой природы. Вице-губернатор выразил надежду, что форум станет регулярной дискуссионной площадкой. Пройдут хорошие дискуссии, обсуждения, в каком направлении нам развивать охотничью отрасль, с тем, чтобы наши потомки имели возможность, так же, как и мы, находиться в лесу, добывать трофеи, любоваться природой и эту природу беречь и любить. Поэтому всем удачи и успехов! Охотники сохраняют животный мир. И этому достаточно много примеров. В Пакистане община местных жителей начала сохранять мархура при поддержке всевозможных фондов. Было 90 особей, сейчас уже сотнями исчисляется. Например, Баргузинского заповедника, который был в свое время создан по просьбе охотников, по ходатайствам охотников. Самый старейший заповедник наш по охране – Соболя. Соболя сохранили, прекрасно размножился, развезли по стране, по всей климатизировали, где можно. Ну, это то место, где должны находиться хозяйствующие субъекты в нашей отрасли, то есть те люди, которые профессионально занимаются организацией охот, природоохранными мероприятиями, биотехническими мероприятиями с целью сохранения той природы, которая нас окружает. Вот сегодняшнее мероприятие, оно нацелено как раз на реальных людей, на тех людей, которые не оторваны от естественности, которые не оторваны от природы, которые живут природой, которые бывают на природе, видят ее, знают проблемы ее непосредственно. Мы потеряли культуру охоты. И вот то, что вы сегодня делаете своей выставкой, это как раз таки вы возвращаете это понятие. Обязательно с тобой присутствует сопровождающий профессиональный охотник, вместе с ним два-три следопыта местных. И в зависимости от вида животного бывает представитель государства. Якутский баран, который добытый мной был в ноябре при температуре минус 40 градусов, потем составлял 600 метров. Довольно такая экстремальная охота. И вот эти два тропе добыта в Америке, в Техасе, уже в 18-м году. Был добыт армянский, а мухой он и красный баран. Также был взят и крыльский баран. Три трофея. Буквально там за два дня охота такая напоминающая европейскую. Трофейная охота — регулируемый процесс. Охотник получает разрешение только на отстрел особи, которая уже выполнила свою роль в развитии популяции, либо вообще не играет ее. Экологические организации в провинции есть, поэтому у нас есть возможности на охоту. Все официально. Разрешение на охоту на керманского барана. Лицензия, экологическая лицензия выдана правительством Ирана. Существенная часть финансирования, которое оставляют здесь туристы со всего мира, идет на популяцию разведения и сохранность этого уникального подвида. В стране, где отсутствует охота, животные популяцию уменьшаются. Это уже 2 раза 2400. Люди это не понимают. Россия присоединилась к системе Международного союза по охоте и сохранению дичи, сокращенно CIC, которая действует в Европе. То есть идет естественное регулирование численности животных. Самым главным хищником в природе, в общем-то, является человек. Он стоит на вершине, он регулирует все остальное. Эта система дает возможность вести селекционный отстрел. Сохраняются и культивируются молодые и здоровые особи с лучшим набором генов. Экспертное сообщество особо отметило, что трофейная охота является одним из инструментов поддержания популяции животных. И многие виды удалось сохранить только благодаря ей. Государство получает от продажи лицензий на охоту средства, которые в дальнейшем направляются на воспроизводство популяции животных, объектов трофейной охоты, их поддержку в дикой природе. Трофейная выставка – это квинтэссенция всей этой деятельности. Здесь есть прекрасные экземпляры, которые подарила нам природа, и успешные охотники добыли. В рамках деловой программы форума представители экспертного сообщества обсудили вопросы борьбы с браконьерством, современное состояние охотохозяйств и другие актуальные темы. Постреляли и уехали. По оленям в вольере. Нормально, что ли? И что я должен, как прописать, каким законом это? Участники заседания обсудили законопроекты в области охоты, в частности, инициативу по изменению порядка получения охотничьего билета. Законопроект предлагает выдавать его только после сдачи экзамена на знание охотничьего минимума сроком на 10 лет с обязательной уплатой государственной пошлины, а не бессрочно, как было ранее. Это во многом, мы считаем, повысит ответственность людей, которые впервые получают охотничий билет. И в какой-то мере это поставит заслон для людей, для которых, скажем так, стрельба во все живое является забавой выходного дня. Другими темами заседания стала борьба с браконьерством, численность и заработная плата егерей и другие актуальные темы. Депутат Государственной Думы Александр Петров подчеркнул, что необходимо работать над совершенствованием законодательства, обеспечить егерю гарантии спокойной работы в лесу и достойную зарплату. Он также отметил необходимость формирования правильного отношения к животному миру у детей. Россия должна быть устремлена в будущее, подчеркнул он. Трофейный форум, он обращен прежде всего к молодому поколению. Если мы не будем закладывать основы правильного отношения к животному миру в молодости, мы ничего не достигнем через 20-30 лет. По оценке депутата Госдумы Максима Иванова, Свердловская область всегда была флагманом общения между охотниками и властью. Состоявшийся первый трофейный форум обеспечил возможность диалога, благодаря которому обсуждены и взвешены изменения, которые будут вноситься в действующее законодательство об охоте. Я сам охотник с 1995 года, имея кончий билет, занимаюсь охотой. Поэтому я сам по себе знаю, насколько это тяжело, насколько тяжек труд охотника и насколько труден и тяжек труд егеря, госохотинспектора, который занимается непосредственно в угодьях охраной животного мира. Участники форума обсудили перспективы запуска пилотного проекта строительства музея охоты в Екатеринбурге. Создание такого музея только бы на пользу пошло и молодым людям, молодому поколению, и людям более зрелым. Вот сейчас так популярно быть зеленым, это так модно, при этом не понимая сложных экологических проблем, которые протекают в природе. Потому что экология – это сложная наука. Это наука о взаимоотношениях организма и окружающей среды. При участии Центра развития туризма Свердловской области 23 октября прошла сессия по формированию комплексного туристического продукта для охотников. Был представлен проект маршрута, объединяющий самые развитые охотхозяйства Свердловской и Курганской областей, а также объекты культурного наследия. Проект был с вниманием принят представителями туриндустрии. Эти отрасли выразили заинтересованность в продвижении бренда Свердловской области как региона с высоким потенциалом для охотничьего туризма. Мы подумали, каким образом можно это представить и каким образом можно совместить места, которые традиционно считаются местами притяжения туристов, и охотхозяйства. И, безусловно, это был бы крупный проект, большое слово нашего региона, Свердловской области, в целом в туристической индустрии. Директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, Александр Кузнецов подчеркнул, что у Свердловской области высокий потенциал привлечению туристов-охотников на лося. Без ущерба популяции можно добыть 2500 животных в год. Этот показатель гораздо выше, чем в Курганской области, гораздо выше, чем в Челябинской области, но я думаю, что по всему Уральскому федеральному округу у нас самый максимальный, самый высокий. Один из организаторов форума, предприниматель Сергей Мазуркевич, обратил внимание на то, что развитие трофейной охоты и охотничьего туризма, несомненно, положительно скажется на инвестиционном климате региона, будет способствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности и воспитанию правильного отношения к природопользованию у молодого поколения. Это сельская местность, само собой развитие. Но если поставить на определенный хотя бы поток, если поставить это на государственный уровень трофейной охоты, это же огромное количество рабочих мест, это огромное количество финансов, которые поступят на места. Сергей Мазуркевич подчеркнул, что зачастую именно охотники помогают выявить появляющиеся гибриды и отслеживать миграцию животных, что дает представление о внутривидовой структуре и систематике подвидов. Тысячи екатеринбуржцев и гостей города посетили выставку, а сотрудники Музея природы провели серию увлекательных экскурсий и рассказали о снежных баранах, сернах, косулях, кавказских турах, экзотических африканских животных, кабанах и медведях. Интересно посмотреть на представителей африканской фауды. Сегодняшний вечер пошел не зря. Мы даже не знали, что в Крыму есть такие животные. Медведи – самый огонь. Выставка была очень интересной и познавательной. Мы очень благодарны нашему декану, что он привел нас на эту выставку. Учащиеся художественного училища имени Шадра сделали серию набросков с экспонатов выставки. Выставка работ учащихся открылась в январе 2019 года в Музее природы имени Клера. Уральская федерация профессиональных фотографов при поддержке Центра развития туризма Свердловской области провели конкурс «Уральская фотоохота». Более 500 фотографов со всего Урала прислали свои работы в номинациях «Природа Урала. Лучше гор могут быть только горы» и «Животный мир». Жюри конкурса «Уральская федерация профессиональных фотографов» совместно с Центром развития туризма Свердловской области вручили победителям призы и подарки. Мастера народных промыслов из разных уголков Свердловской области представили свои изделия на ярмарке уральских мастеров. В рамках форума при поддержке телеканала «Дикий» прошел фестиваль охотничьих фильмов. Зрители посмотрели картины про горную охоту, путешествия по Монголии, Якутии, Франции, Испании. Гости фестиваля смогли увидеть фильмы Сергея Естребжемского, Эдуарда Бендерского, Сергея Мазуркевича и других. Первый трофейный форум завершился 28 октября 2018 года. В планах организаторов проведение мероприятия в 2020 году.